Начинаем. Тексты, о которых пойдет речь, вот следующий файл сразу, пожалуйста, о которых пойдет речь, сам Юрий Михайлович Лотман озаглавил как из архива сумасшедшего семиотика и снабдил их следующим предисловием. Ну, я не буду предисловие зачитывать. Из этого предисловия, продиктованного незадолго до смерти, видно, что Лотман планировал публикацию этих текстов и, видимо, в таком виде, в каком они были записаны. В противном случае непонятно, зачем создавалось предисловие и на кого рассчитана была мистификация. Иллюзий, что он успеет как-то отредактировать или завершить эти отрывки, у него, вероятно, уже не было. Эти тексты, как и другие работы Лотмана, создававшиеся в последние годы его жизни, были продиктованы присутствующей здесь Татьяне Дмитриевне Кузовкиной и отсутствующей Владиславе Исаковне Гехман и относятся к августу-сентябрю 1993 года. Их публикация, если она состоится, должна сопровождаться развернутым комментарием, который могли бы помочь читателю определить место этих отрывков в творчестве Лотмана. Необходимо прокомментировать, во-первых, условия и контекст, когда они создавались, во-вторых, связь этих текстов с более ранними работами Лотмана и, в-третьих, с исследованиями других авторов. Значительная работа в этом направлении уже проделана Татьяной Дмитриевной, непосредственно, так сказать, участницей создания этих текстов. Ею воссоздан контекст, обстоятельства, в которых проходила работа, а также был сделан содержательный обзор проблем, интересовавших Лотмана в последние месяцы его жизни. К числу факторов, которые должны учитываться при изучении этих текстов, Татьяна Дмитриевна отнесла тяжелое физическое состояние Лотмана, лишенного возможности самостоятельно писать и читать, а также указала на важность политического контекста, распад СССР, отмену цензуры, ожидание читательской аудитории и так далее. К перечисленным факторам я добавил бы еще один – победу семиотики в общественных науках. Это обстоятельство имеет тем большее значение, что Лотману была свойственна пастернаковская способность не отличать поражение от победы. И в победившей семиотики, стремительно превращающейся в научную моду, он с тревогой видел не открытие новых путей, а начало застоя. Следующий, пожалуйста. Не могу сказать, какими будут будущие пути семиотики, но твердо могу указать на самую опасную для нее дорогу. Это дорога моды. Опасения Лотмана усиливались еще тем, что он не видел среди нового поколения исследователей тех, кто способен произвести взрыв в семиотических исследованиях, подобные тому, которые произвели тартузские и московские исследователи в начале 60-х годов. Свои надежды, если у него они имелись, он связывал не с научной молодежью, а с учеными своего поколения и, в первую очередь, с Владимиром Николаевичем Топоровым. Пожалуйста, следующий слайд. Это можно объяснить не только гениальностью Топорова, хотя это было, конечно, главное, но еще тем, что Топоров много занимался мифологией и поэзией, а именно с этими способами познаниями Лотман, как мы увидим, связывает новые возможности в семиотике. Не менее важным обстоятельством было и то, что Топоров избегал публичности и стоял, так сказать, в стороне от всякой моды, являя склады мыслей и поведения кабинетного ученого, который легче чувствует себя за книгой, чем на трибуне. Предсмертные отрывки Лотмана – это поиск новых путей. Он как бы открывает двери, не зная заранее, за какой из них последует взрыв. Особенно привлекает его проблема пустоты. Пустота – это то, что существовало до творческого акта и что сохранится после его гибели. Здесь заключены две разные мысли. Это проблема эволюции, представляющая процесс творения как заполнение пустоты, и проблема небытия. Первой проблеме Лотман посвятил специальное эссе, я сейчас не буду его касаться. Вторая проблема раздваивается. С одной стороны, она связана с темой смерти, хорошо в свое время прокомментированной Татьяной Дмитриевной Кузовкиной, а с другой стороны, с возможностью языкового выражения пустоты. Естественно, поставить вопрос, что представляет собой неописываемое средство миникового языка и как должен выглядеть язык, не способный ничего описать. Лотман намечает два возможных пути исследования. Первый путь – это математика, как пространственная дисциплина, вероятно, имеется в виду пустое множество, которое может рассматриваться как подмножество любого множества. Второй путь – это мифология и восточная философия. Не случайно все мифологические и философские модели начинают с понятия пустоты. Может быть, тогда так называемые восточные и восточные философии сыграют ту историческую роль, какая до сих пор традиционно отводилась западом. Ближайшим текстом к этому положению может служить небольшая заметка профессора Тартусского университета Линарта Мяля. Пожалуйста, следующие статьи. Не исключено, что и при создании этих текстов. Мяль выделяет пять типов организации текстов, и из них специфически восточные Мяль считает только тексты типа «А есть ноль», где «А» – это все описываемые события, все описываемые единицы. Под пустотой понимается не столько отсутствие чего-то, сколько возможность становления. При этом Мяль отмечает, что эти формулы появились лишь в самое последнее время в современной науке. Например, идея о вакууме нуле как бесконечной возможности становления Вселенной. О возможности развития естествознания под влиянием восточной философии. Следующий, пожалуйста, слайд. Писал еще Вернадский в 1938 году. Мы увидим позже, как он пишет Вернадский, что новые области естествознания, которым принадлежит биохимия, та наука, которую он создал в области философии Востока, встречает более важные и интересные для себя наведения, чем философии Запада. Восточную философию и мифологию Лотман рассматривает как язык описания альтернативной математическому. Идея абсолютной незаполненности пространства, пишет он, основополагающая для математического мышления принципиально чужда мифологии. В этом смысле мифология смыкается с естественными науками и противостоит математическим. То есть мифологическое мышление не может быть формалистическим. В статье Лотмана «Литература ведения должна быть наукой» 1967 года уже намечен взгляд на литературу ведения как на дисциплину, находящуюся между математикой и естествознанием. Цитирую. «Отношение художественной идеи к построению произведения напоминает отношение жизни к биологической структуре текста». Однако приоритет остается за математикой. Литература вед, пишет Лотман, должен приучать себя к сотрудничеству с математиками, а в идеале совместить в себе литература веда, лингвиста и математика. Основные положения этой статьи определяются ее остро-полемическим характером. Когда полемика утратила актуальность, Лотман сумел переосмыслить собственные идеи. Теперь возможность математических методов в гуманитарных исследованиях вызывает у него сомнения по двум причинам. Пожалуйста, следующий слайд. Во-первых, их все чаще начинают применять люди, не имеющие соответствующей подготовки, метафорическое использование субъективно и разрушительно и всегда остается уделом дилетантов. Во-вторых, неметафорическое применение математических методов к искусству исключает возможность рассмотрения искусства как искусства во всей полноте его специфики. Как для того, чтобы из анатомии перейти к описаниям живых процессов, надо совершить скачок через пустоту, заполняемую вторжением иных наук с принципиально отличной природой, так путь из алгебры в гармонию должен скачком провиснуть над пустотой. Сомнения в математизации и семиотике не означали признание правоты былых оппонентов. Чьи модели, как пишет Лотман, создаваемые на языках нежестких, разболтанных, на языках нежестких, разболтанных теряют точность, легко смазываются, фактически перестают быть моделями вообще, а становятся квазимодельными. Таким образом, продолжает Лотман, колебания между этими языками, между своеобразными сциллой и халибдой заключают нас между опасностью жесткой точности, прозрачность которой понижает ее возможности к пределе до полной бесполезности, и широкой размытости, гибкость которой, проходя через полюс плодотворности, может фатально привести нас к бесполезной и безответственной имитации науки. Следует отметить, что полюс плодотворности сам раздваивается. Пожалуйста, следующее слово. В качестве примера такого раздвоения Лотман мог бы привести намеченное им в другой, более ранней работе противопоставление Пропа и Азадовского. Проп шел путем математики, изучение кода позволяло ему абстрагироваться от индивидуальных особенностей изучаемых текстов. Для Азадовского, наоборот, каждый текст представлял собой индивидуальное порождение непрерывной традиции. Оба эти подхода для Лотмана были важны как вехи его собственной эволюции. Не случайно основополагатели отечественной семиотики исключительно высоко ценят Пропа, а Азадовского фактически обошли своим вниманием. Модели тогда интересовали ученых больше, чем тексты. В настоящее время, не принижая ни в малейшей степени блестящих идей Пропа, нельзя не заметить, что подход Азадовского представляется, возможно, более актуальным. Возможно, Лотману были известны высказывания участников довоенного фольклорного семинара Азадовского о том, что Проп изучение человека как живого организма подменяет изучением скелета. Пустота, разделяющая методы Пропа и Азадовского, не может и не должна препятствовать диалогу между ними. Более того, по Лотману пустота является непременным условием диалога. Там, где нет паузы, не может быть и диалога, писал Лотман в статье о бахтине. В интересующих нас текстах Лотман полемизирует с другой идеей бахтина, пожалуйста, следующий слайд, идеей хронотопа. Когда мы говорим о хронотопе, мы невольно втягиваем себя в ложную перспективу. Время и пространство в ней как бы различные аспекты единой сущности и не могут быть разными аспектами единой структуры. Они аннигилируют друг друга. Там, где есть время, там оно перебивает дифференцирующую роль пространства и наоборот. Точка пересечения их – нуль, абсолютная пустота. Только пустота может описываться как пересечение времени и пространства. Полемику с теорией хронотопа Лотман вел еще в 80-е годы. Пожалуйста, следующий слайд. Его несогласие сначала было вызвано тем, что бахтин отдавал преимущество времени перед пространством. Ведущим началом в хронотопе является время. Лотман цитирует бахтина. А сам лотман отдавал преимущество пространству. Бахтин, вводя понятие хронотоп, это цитата взята из спецкурса Лотмана, письма русского путешественника Карамзина. Да, недавно этот спецкурс опубликовала Любовь Николаевна Киселева, но я цитирую по собственному конспекту. Там есть непринципиальное разночтение и вот одна опечатка. У Любови Николаевны там напечатано, что под влиянием идеи физики 19 века. Конечно, 20 века, потому что имеется в виду Эйнштейн. Пожалуйста, следующий слайд. Почти текстуально совпадает с мыслью Бергсона. Мы непрерывно заимствуем пространство, все образы, посредством которых мы описываем чувство времени и даже последовательности, присущие рассудочному сознанию. Времени как пространственной категории Бергсон противопоставляет время как длительность, которая не переводится на язык пространства. У Лотмана время также не имеет собственного семиотического языка. Оно выражается на языке пространства, но само представляет собой естественный, то есть несемиотический канал получения информации. У Бергсона однородность пространства противопоставляется неоднородности времени. Критика бахтинского хронотопа Лотманом очень напоминает критику Бергсонам пространства-времени теории относительности. Бергсон полагал, что совмещение пространства и времени всего лишь математическая фикция, назначение которой символизировать физическую истину. В самом деле эти взаимопроникающие друг друга пространство и время не являются пространством и временем реального физика или физика, которого должно было бы считать реальным. Реальный физик производит свои измерения в той системе, в которой он находится, которую он делает неподвижной. Время и пространство остаются в ней отличными и непроницаемыми друг друга. Следующий, пожалуйста, слайд. Бергсон показывает, как образуется пустота при попытке совместить пространство и время. Пример с двумя наблюдателями. Один наблюдает события, происходящие одновременно, а другой эти же события наблюдает последовательно. И промежуток – это есть растянутое ничто, потому что никакой новой информации здесь не происходит, а значит, фактор времени отсутствует. Поставленный на лотманном вопрос о языке, описывающем пустоту, у Бергсона получает отрицательное решение. Образ уничтожения всего никогда не может быть создан мыслью. Усилие, с помощью которого мы стремимся создать этот образ, в конце концов просто заставляет нас колебаться между видением внешней реальности и видением реальности внутренней. Бергсон показывает, что можно вообразить небытие во времени, внутреннюю реальность, можно вообразить небытие в пространстве, внешнюю реальность, но нельзя представить два небытия одновременно. Трудно сказать, насколько Бергсон был актуален для Лотмана. Его имя не упоминается ни в работах, ни в письмах. Между тем, мостик от Лотмана к Бергсону может быть переброшен через двух наиболее важных для позднего Лотмана ученых – Вернацкого и Пригожина, для которых, в свою очередь, был важен Бергсон. Пожалуйста, следующий сайт. Вернацкий, как и Бахтин, находился под влиянием идеи физики XX века. В отличие от Бергсона, он считал, что пространство и время являются частями, проявлениями и разными сторонами одного и того же неделимого целого. Тем не менее, он высоко оценивает идеи Бергсона в плане критики абсолютного времени Ньютона. Бергсон резко противопоставил длине ньютоновскому абсолютному времени, которое он отбросил как ненужное и ошибочное построение. Главную заслугу Бергсона Вернацкий видит в том, что его длине есть время реальное и создающееся в процессе творческой эволюции жизни. Оно выражается в научных явлениях и фактах и, как таковое, может изучаться и в науках, и в философии. Но вместе с тем Вернацкий не согласен с критикой Бергсона в теории относительности. Длине Бергсона связано с внутренним миром личности, и это дало ему основание не связывать его с пространством. Но с точки зрения Вернацкого, неприятие во времени пространства тела, где происходит или ощущается длине, логически неправильно, особенно учитывая специфику в пространствах живых тел. По-другому и гораздо ближе к идеям Лотмана Бергсона трактует Пригожин. Пожалуйста, следующий цель. Для него Бергсон важен своим противопоставлением науке и интуитивной метафизике. И хотя Бергсону, как считает Пригожин, не удалось создать интуитивную метафизику, его заслуга, тем не менее, заключается в постановке вопросов, превышающих возможность науки во времени. Бергсон утверждал, что классическая наука достигла своего апофеоза и тем самым выделил, идентифицировал проблемы по ныне еще все остающиеся нашими проблемами. Пригожин имеет в виду интерес Бергсона к непредсказуемым процессам. Бергсон полагал, что непредсказуемость, связанная с длительностью, может быть постигнута только интуитивно. Бергсоновская интуиция, пишет Пригожин, это концентрированное внимание, все более трудная попытка глубже проникнуть в своеобразие вещей. При этом Бергсон, как пишет Пригожин, отождествлял науку своего времени со всей наукой. Тем самым он приписывал ей де юре ограничения, которые в действительности были лишь ограничениями де факта. Пригожин, значительно расширив возможности науки, вел случайные явления в сферу ее интереса. Лотман восхищался Пригожиным, считал, что он сделал переворот в современной науке, поскольку занялся непредсказуемыми ситуациями. Но при этом Лотман всякий раз подчеркивал, что исследования Пригожина проводятся на химическом, физическом и биологическом уровне. Еще до знакомства с идеями Пригожина, Лотман заинтересовался ролью случайных процессов в истории культуры. Поэтому, когда в 1986 году он впервые прочитал книгу Пригожина и Стендлерс «Порядок из хаоса», она вызвала у него бурный энтузиазм. Но одно дело теория, другое дело практика. Построение теоретической модели истории, как игры случайного и закономерного, оказалось намного проще, чем научное изучение непредсказуемости конкретных исторических ситуаций и механизмов принятия решений историческими деятелями. Эта проблема давно занимала Лотмана, но сама научность подобного рода исследований вызывала у него сомнения. И здесь Лотман оказывается, как ни странно, ближе к Бергсону, чем Пригожину. Наиболее интересные, на мой взгляд, работы Лотмана, писавшиеся им на протяжении 70-х, 80-х, начала 90-х годов, посвящены реконструкции литературных сюжетов, замыслов жизненных ситуаций, мотивов поведения и так далее. Все они опираются в первую очередь на интуицию и утверждать, что в их основе лежит строгий научный метод затруднительно. У читателя возникает ассоциация скорее с искусством, чем с наукой. Лотман противопоставлял настоящее прошедшее и настоящее будущее. В этом противопоставлении настоящее является своего рода наблюдательным пунктом, из которого взгляд в прошлое обнаруживает действия закономерных процессов, а взгляд в будущее открывает мир непредсказуемых явлений. Семиотика истории предполагает перенос наблюдательного пункта в прошлое и возможность увидеть прошлое как будущее. Но на этом пути существует две трудности. Во-первых, исследователь должен знать все то, что знали люди, изучаемые эпохи. Эта трудность, как полагал Лотман, чисто теоретически преодолима, хотя практически, конечно, недостижима. Вторая трудность заключается в необходимости забыть все, что не знали люди то и позже. Эта трудность даже теоретически не преодолела. Но эти трудности у Лотмана устранялись благодаря воображению, опирающемуся с одной стороны на прекрасное знание источников, а с другой стороны на исследовательскую интуицию. Для Лотмана искусство было то объектом, то языком описания. Пожалуйста, следующий слайд. Суть своего метода он, шутя, но при этом довольно точно, изложил в письме к Паине Семеновне Сонкину. У меня в голове плавают исходные идеи, которые в беспорядке сцепляются, образуя два постоянно меняющихся местами замкнутых организма. Один образует язык метода, как говорится, другое содержание, о чем говорится. Они постоянно меняются местами, как становится о чем, то есть структура становится содержанием информации и наоборот, о чем становится как. То, что было языком, становится содержанием. То, что было содержанием, занимает место языка. А я только успеваю крутить голову то в одну, то в другую сторону. Представь себе кошку, которая сидит на подоконнике и мимо которой то справа налево, то слева направо пролетает ласточка. Кошка крутит головой то туда, то сюда. Вот это и есть то, что я называю научным методом. Интересно, как назвала бы это кошка. На этом я закончу, добавив только то, с чего следовало начать. Мое сообщение – это всего лишь один комментарий к проблеме противопоставления двух языков, математического и мифологического, которые у Лотмана, как Сцилла и Харибда, стоят на пути движения исследовательской мысли. Благодарю за внимание. Спасибо большое. Дорогие коллеги, на один вопрос мы найдем время. Пожалуйста, есть у кого вопрос? У меня не вопрос, у меня маленькое дополнение. Для объективности я хочу сказать, что поздними текстами Лотмана занимается еще и Елена Анатольевна Погосян, которой мы даже делали доклад на эту тему на лотмановских чтениях несколько лет назад. Это первое. Второе. По поводу вот этого предисловия из записок сумасшедшего семиотика, это был замысел Юрия Михайловича, он при жизни сложил сборник своих последних статей. Некоторые из них стали уже давно достоянием научной общественности, например, статья о реализме Гоголя, которая цитируется всеми гоголеведами, а другие не опубликованы. И я хочу еще сказать, что очень благодарна Вадиму Суреновичу за внимание к поздним текстам, потому что существует такая точка зрения, что эти поздние, самые поздние диктованные тексты не представляют уже той научной ценности, как тексты Лотмана 60-х, 70-х годов, что у них многочисленные повторы и что вообще публикации их дело очень такое сомнительное. Но, насколько я поняла, даже из этого сообщения, все-таки эти тексты, в которых старые идеи повторяются по-новому, с новыми нюансами, обертонами, она, в общем, должна состояться все-таки. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое Вадиму Суреновичу. Спасибо Вере Аркадьевне, что помогли с технической помощью. Пожалуйста, третий доклад заключительный. Татьяна Дмитриевна Кузовкина, Иван Грозный мне не понравился. Комментарий к письму Юрию Михайловичу Лотмана. Продолжение следует...